Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Сегодня я расскажу о наших покупках в финском магазине Лапландия. Это дополнение к первому фильму, в котором я рассказывала об основных наших покупках. Но было куплено еще много других мелочей. Смотрите! Детям в подарки купили вот такие чупа-чупсы. Днем 15 конфет. Была акция на хлебцы. Они из серой муки, соленые, с кунжутом. Очень понравились. Сладкоежки, внимание! Это трюфели. Наверное, самые вкусные трюфели, которые я когда-либо ела. В банке 500 грамм. Приглядели в этот раз вишневый сироп. Он хорош в кондитерских изделиях, а также можно разводить просто как напиток. Для добавки к мороженому и для украшения тортов приобрели колокрем. А это информация для любителей денцов. На полках Лапландии видов 15, наверное. Лимонный, малиный, клубничный, кофейный. Очень разные. Внутри у каждого леденца капелька джема. Большое разнообразие шоколада. Очень-очень вкусный детский шоколад. Он представлен в разных формах от разных фирм. Здесь вы найдете шоколад из Германии, из Польши, финского, шведского производства. Оригинальный шоколад известной фирмы Карл Пазер. И еще раз похвалю в суфле в шоколаде. Очень выгодно покупать взбитые сливки. Стоили они примерно 1 евро. И представляете, летом с ягодами вкуснотища. Снова повторюсь, так как это мое любимое печенье с начинкой из черники. Оно тает во рту. Стали покупать в Финляндии варенье. Бывает черничное, клубничное, малиновое. Вот в такой упаковке на 1 кг. Это оказалось выгодно и очень-очень вкусно. Если вы любите вафли, вам должны понравиться вот такие вафельные трубочки. Они тоже бывают разных видов. Покупаем вот такое варенье. Оно, как правило, ну как густой джем. И причем ананасовое, киви, вишня, крыжовник. Выбор огромный. Ну а теперь перейдем к бытовой химии. Извините, но нравится мне химия европейского производства. Стиральные порошки представлены разными фирмами. В том числе знаменитой фирмой Ариэ. Качество отменное. Гели для душа. Здесь кроме отличного качества, еще необыкновенные запахи. Цена тоже радует. Это новый для меня продукт. Средство для очистки духов. Спрей. Я надеюсь, качество мне тоже понравится. Из этой же серии. Средство для мытья стекол. Чистящая паста для любых поверхностей. Отлично отмывает любые загрязнения. И не царапает. Вот зачем-то купили средство для прочистки труб. То ли цена нас удивила. А не знаю. Так, а это уже знакомый продукт. Средство для мытья душевой кабинки. Хорошо удаляет белые разводы. Как со стекла, так и с металлических поверхностей. Средство для мытья деревянного пола покупаем в Финляндии, потому что реально дешевле. Раза в два. Этот чистящий гель для сантехники тоже по акции подвернулся. Давно хотела купить вот такой прибор для мытья стекол в окнах. Но смущала цена в интернет-магазинах. А тут было дешево. Правда, оказалось немножко не то, что я хотела. Потому что на стеклопакетах магнит не держит. Но ничего, можно мыть стекло на лоджии. Там же нет пакетов. Там одинарное стекло. К этому прибору еще продают запаски. Купила шампунь. Клюнула на то, что она с кератином. Может, мои волосы станут гуще. А вот такую яичную шампунь покупаем постоянно. Она нам нравится. В дополнение к шампуне взяла кондиционер тоже с кератином. Был еще с органовым маслом и другие виды. Много в Лапландии разнообразных кремов. От недорогих до экстра-классов. Нам понравился вот такой гранатовый крем для тела. У него очень легкая текстура. Он моментально впитывается, не оставляя следов. Этот крем посоветовали в магазине. Стоит 1,5 евро, но качество нахвалили. Бывает ромашковый, салоэ вера, кофейный. В большом ассортименте лечебные крема и мази. Согревающие, охлаждающие, рассасывающие. На ваш вкус любой можно найти. В этот раз приглядели вот такой набор для педикюра. Здесь терка, пенза и пилка. Любая из насадок вставляется в ручку и вперед. Ой, а вот эти щипчики очень понравились. За счет того, что их можно одеть на пальцы, они не скользят и очень удобно ими пользоваться. Раньше никогда не обращала внимания на салфетки для снятия макияжа. Я себе на пробу купила с углем. Были с аргановым маслом, антибактериальные, просто салфетки. Ну, посмотрим. Для путешествий купили вот такие щетки зубные. Они уже как бы с чехлом. Это очень удобно. Не надо ниоткуда доставать, никуда не вставлять. Открыл и пользуйся. А вот эту щетку купили, а потом узнали, что она для чистки протеза. Ну, действительно удобно держать в руке и чистить протезы. Там есть специальная, ну, бородка что ли, чтобы прочищать между зубов. Хозяюшки, завидуйте. Великолепная щетка для удаления пыли с мебели. Во-первых, она длинная, можно высоко не тянуться. Во-вторых, очень удобная между ручек, пампушек всяких разных. Можно мыть как и дерево, так и стекло. Чехол снимается и стирается. Обожаю отдел с кухонными прибамбасами. В этот раз купила вот такие пробочки на бутылке. Это удобно для соуса, ну, и для других жидких специй. В Лапландии можно купить очки. Я, например, не ношу их постоянно, только если что-то надо прочитать. Поэтому купила несколько и разложила. Во всей квартире, в машине, в сумочке. Так удобнее. Стоят всего 2 евро, продаются в чехле. А это полотенце для сушки волос из микрофибры. Одеваешь его на голову, закручиваешь, сзади застегиваешь на пуговицу. У тебя на голове получается вот такой тюрбан. После сушки волосы очень хорошо блестят. Понравились ножницы. Выбор огромный, цены смешные. Вот эти немецкого производства. О, а вот это наше открытие в магазине Лапландия. Специальные салфетки для стирки. Они бывают разных видов. Для цветного былья, чтобы не линяло. Для отбеливания. Для черных вещей. Цена? Смотрите дальше видео. Упадете. В магазине Лапландия огромный выбор разнообразных тапочек. Мы, например, каждую зиму покупаем себе вот такие валенечки. Теплые, мягкие. Очень нам нравятся. Люди покупают и простые тапки с задниками, и пластмассовые. Ну, я купила себе вот еще такие. Так сказать, на выход. А теперь несколько слов о самом магазине Лапландия. Это самый близкий к границе магазин. Он огромный. Здесь продают и продукты питания, и бытовую химию, и чуть-чуть одежды, и всякие разные предметы для быта, для сада, для дома. Я каждый раз любуюсь вот этой искусственной шкурой. Правда, пока не подумала, где же ее разместить. Как придумаю, куплю обязательно. Давайте посмотрим на полочки сыра. Разнообразие поражает. У нас вроде тоже немало сыров, но здесь намного больше. Продаются сыры не только финского производства. Цены приятно удивляют. Качество, кстати, тоже. Очень много сортов и видов чая. От маленьких упаковок до огромных пакетов. Несколько килограммов. От зеленого до черного. С ягодами, с наполнителями, с запахами. Ну, смотрите сами, сколько. Мы покупали большую пачку зеленого чая. Очень понравился. Не знаю, чего производство, но не хуже, чем китайский. И Лапландия – это рай для кофеманов. Кофе здесь в огромном количестве, в самых разных видах, в самых разных упаковках и самых разных фирмах. Я не знаю, как по цене, но мы и все наши знакомые давно предпочитаем кофе из магазинов в Финляндии. В Лапландии, как и во многих других финских магазинах, в огромном количестве пищевые добавки и витамины. Наверное, сотни препаратов. Не скажу, что дешево, но люди покупают. Наверное, проверено и качество нравится им. А теперь обещанная информация о ценах на салфетки для стирки. Смотрите и удивляйтесь. В 4 раза дешевле, чем в нашем магазине Ашан. Если вы такую салфетку положите в стиральную машину, где у вас лежит разного цвета белье, у вас ничего не полиняет. Есть салфетки для отбеливания, для рубаши. Специальные салфетки для черных вещей, которые усиляют цвет. И еще мне говорили, что одну салфетку можно использовать несколько раз, пока она не станет серой. Запомнили? Салфетка получает в себя такой пункт, как шоппинг. Ну а если вы едете на личном автомобиле, то можно вообще за полдня обернуться. На сегодня все. Спасибо за внимание.